Здравствуйте! Нам в руки попали первые российские умные часы. Мы расскажем о них в этом ролике. Кстати, а где и когда впервые появилась идея умных часов? В США в Apple Watch ответ неверный. Первые упоминания о концепции прозвучали в СССР в 1986 году. Тогда в Ереване состоялся международный футурологический семинар «Будущее часов». Специалисты из девяти стран сошлись во мнении, что часам просто суждено стать частью глобальной информационно-коммуникации. Кстати, вам ничего не напоминает эти эскизы. Посмотрим, во что они превратились 32 года спустя. Нам достался предсерийный образец часов «Импульс» от компании «Полет Хронос». В пакет поставки входил. Собственно, пакет. Шучу, конечно. Это предсерийный образец, и в продажу часы пойдут в совсем другую упаковку. Собственно, часы, зарядное устройство и провод. Кстати, часы не заряжены, но входят. Причина – концепция. Здесь два отдельных механизма. Один отвечает, собственно, за стрелки. Второй – за умные функции. Батарея умного модуля заряжается на подставке. Внешний импульс – это обычные часы. Дизайн немного специфический, но тут, как говорится, на вкус и цвет. И резонный вопрос – а насколько умные они? Как положено умным часам, на телефон необходимо поставить специальную программу. Устанавливаем ее и… А пока она устанавливается, поговорим про производителя – компанию «Полет Хронос». Фирма «Полет Хронос» была создана на базе экспериментального цеха главного конструктора часового завода «Полет». И выпускает очень специфическую продукцию. Морские хронометры, палубные часы, часы с корпоративной символикой. В общем, товары не для широкой публики, а потому покупателям почти неизвестно. Но вернемся к часам, тем более, что мы их слегка зарядили. Инструкция говорит, что заряжаются они за полтора часа. Ставим программу, запускаем, переходим в настройки и… И начинается самое интересное. Потому что такой кривой русификации я не видел уже лет 20. Угадайте, что кроется за пунктом «Кожа»? Да, тему экрана. А «Около»? Информация о программе. Интересно, что инструкция сделана на абсолютно нормальном узком языке. Странно, что в программе мы видим черти что. Так что, пользоваться часами нельзя? Давайте-таки попробуем походить по настройкам. В программе мы можем настроить уведомления. То есть информацию о каких событиях будут сообщать нам часы. В том числе информацию о сообщениях из социальных сетей, звонках или SMS. Мы можем установить силу вибраций. Можем настроить план двигательной активности. И сколько шагов мы должны сделать в течение дня. Но давайте вернемся к часам. Попробуем позвонить на них. При звонке часы отображают телефонный номер и имя абонента. В этом их отличие от остальных стрелочных часов, которые просто сообщают о факте звонка. Проверим SMS. Отправляем. Опа. Прилетел конвертик. Имя нашего абонента. И само сообщение. Умный модуль отделен от часового механизма. Его батареи хватает на неделю работы. А батареи часов минимум на 2 года. Как и положено, в часах есть шагомер. Если нажать на стекло, а оно здесь тактильное. И еще нажать. И еще. О, как-то я не так нажимал. То мы увидим дату, количество пройденных шагов и количество калорий, которые мы сожгли в борьбе с умным девайсом. Кстати, вы думали, что вы будете делать с изделиями типа Apple Watch, если вдруг окажетесь без телефона? Вы не сможете на них даже перевести стрелки. Здесь время переставляется легко. Обычным вращением головки справится даже ваша бабушка. Эти часы можно брать в командировку без зарядки. До недели они будут работать полноценно. Но даже если не заряжать их неделю, две, полгода, год, они все равно будут показывать время. Еще один плюс. Здесь очень цепкий Wi-Fi. За неделю, куда бы я ни отходил от телефона, как только оказываюсь рядом с ним, часы моментально подключаются. Владельцы Apple и Samsung меня поймут. Подведем итоги. К переводу можно приспособиться. Тем более, что настроить нужно всего один раз. А больше в программу вы, скорее всего, не полезете. Все цифры есть на часах. Честно признаемся, импульс не топ по функциональности. Но они ходят, показывают время и не нужно париться с зарядкой. И уже за одно это их вполне можно купить. А полет к Роносу? Зачет за то, что они стали первыми. Кстати, я, наверное, подарю такие часы своей теще. Стоп, стоп. Вы меня неправильно поняли. Пользоваться смс она так и не научилась. Да и телефон часто оставляет где-нибудь в другой комнате. А здесь зажужжали на руке, пробежала надпись на циферблате. Есть повод подойти к телефону и посмотреть, что там случилось. А заодно будет знать количество шагов и колодий. Как думаете, вариант? Подписывайтесь на MyWatch.ru, чтобы увидеть еще больше интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok